Наши парни болели тяжело. Я знаю, что мы хотели победить. Это было эмоциональное время для нас. Я думал, что мы играли хорошо. Мы получили несколько звонков, которые не идут в нашу сторону, поэтому это угрожало нас. Но, в целом, мы тренируем в правильную сторону. Дрюк говорит, что за налом он считает, что у будильника была неплохая игра. Команда очень боролась. Была исчезна такая борьба, которая забрала много эмоций. Это тоже значит, что вы решили все дребницы, но в конце он сказал, что мы в правильном направлении на такой оптимистичной ноте. На этот момент играли с лидером. Таким даже уверенным лидером в чемпионате. Сезон длинный. Мы находимся не только в хорошем ритме, но и в проблемах с травмами. Может, уже все забыли, что у нас Грицак тоже есть в команде, которая травмировалась. Сначала, конечно, большая потеря. Потеря Калавелла. Но это не об этом. А сегодняшний день. Потому что сезон такой. Мы должны собраться. Потому что она команда, что должны собраться играть. И мелочи решаю в такой игре. Вообще в баскетболе много мелочей можно брать. Тут одна-две мелочи, которые решили эту игру. Наверное, где-то, если можем просто вспомнить такие неиспровоцированные ошибки, которые нам самые болезненные. Но на счетах оба боролись. Я думаю, надо похвалить оба команды. Там такая борьба шла на счете с обоих сторон. Это, наверное, кто еще любит баскетбол. Наверное, они сразу заметили, что это был, наверное, точно лучший матч там. На высоком кольце. Да, да. Так. Есть, которые мы еще... Нет, наши чувства. Нет, которые, в принципе, если мы идем в этот ритм, который вот нам сегодня был момент, который мы должны брать эту игру. И мы бы как-то не среагировали. Даже можно сказать, что два раза такие моменты были в игре, да. И на тот момент, можем назвать, может, везение. Какая-то тоже в те игровые ситуации и так далее. Какой-то еще неудачный подбор на своем добили, что-то, да. Но были такие моменты, которые там немножко не хватило, чтобы мы ушли и вдохнули Кислорда. Я думаю, тогда для Прометея было бы трудно, потому что они, ну, я думаю, не привыкли догонять, да, и там что-то. Нам надо было вырваться немножко вперед сегодня, и мы бы, я думаю, удержали. Не получилось по очкам вырваться. Это вот такая чисто философическая, а что тут сказать по игре. Играли, ну, так и есть по счету, по всяким. Кто-то лучше в чем-то, кто-то в другом, да. Ну, я не думаю, только жалко, что как-то, ну, мы 17 фолов пробили, а не 34. Не буду, ну, я думаю, что мы были агрессивны тоже, да. Мы знаем, что Прометея, да, физически сильная команда, да. Но они много, значит, заслуженно попали, наверное, на этот, на пробивать фалы. Да, больно, больно немножко, больно немножко хотелось эту победу, да. Играрс, если немножко о хорошем, хотя я тоже относительно хорошее. Плавала дождетесь рано или поздно. И я хочу сказать, что, похоже, что Джером максимально уже себя чувствует в команде. И у него много бросков, и он не просто бросает много, он попадает много. Вы думали о том, насколько вам будет тяжело как главному тренеру совмещать потом Джерома и Джиана, которые очень много набирают? Ну, пока видеть, пока тут что-то думать, да. Я уже не пристаю думать, мне меняются эти варианты, да. Я говорю, так же самое, даже каждый, когда игрок вылетает, да, там что-то сразу меняется. А если вылетают важные игроки и приходят такие же, как привыкшие лидеры, да. И команда должна принять, я должен понять, как это, да. Ну, пока мне все время идут эти перемены в голове. Так что сейчас думать, что будет, когда Клавел вернется. Это, ну, просто тогда у меня не будет времени, мне надо думать сейчас, что сегодня. Это будет уже тогда в будущем. Спасибо за комментарии, господи. Да, пожалуйста. А в конце кто должен бросать пачку или не важно? В конце был, ну, если вы видели, вариант был Рендла. И Майка, я думаю, мог рискнуть сюда бросить, да. Потому что они все там скучные, они не поменялись. И надо было, это есть. Мы еще, если бы сыгрались, я не могу им дать так много информации, да. Я даю короткую. И они, в принципе, все нарисовано, молодцы, с листа сделали, да. Но это должно быть домашняя подготовка. Данг Алика – это домашняя подготовка. Я рад, что они могли, я думал, брать тайм-аут. Я спросил, сделайте. Они сказали, сделай. Потому что информация, я говорю, ну, Рендл знает все, сделали этот данг. Значит, тут был Рендл, а потом это был Алика, да, бросок. В принципе, мы достигли то, что хотели. Но, в принципе, он должен забить. Это было бы интереснее, конечно. Дополнительное время было бы вообще как на сладкое. Такие, прошу прощения, что я с чего держу. Но, в целом, такой вопрос много наивный. Это поражение, ну, совсем не крупное. Опять-таки, чемпион, опять-таки, лидер без поражения. Это, скорее, расстраивает? Вы говорите, что больно? Либо это, наоборот, мотивирует, что вы можете и вот не хватает мелочей? Нет, думаю, что игроки сами шли и говорят, мы можем, все, они чувствуют. Они чувствуют, где уходили какие-то мелочи, да, а такие, ну, хорошие вещи у нас получались. У Прометляя тоже самое, можем найти там мелочи, где у них повезло, не повезло. Но само внутреннее чувство игроков, да, ну, они чувствовали, что у них получается то, то, получается защита, получается нападение. Но игра эта состоит тоже из потерь, да, и каких-то незабитых мячей. Так что это составляемая игры. Да, в первую очередь, конечно, хочу поздравить всех, кто за нас переживает, болельщиков, которые приехали в очередной раз, нас очень громко поддержали. Спасибо им за это. Конечно, эти две игры полностью отличаются. Это, наверное, сегодня была самая эмоциональная, самая тяжелая игра, что у нас была в этом году в Суперлиге, какая она и должна была быть. Мы играли команды с верхней части таблицы. Очень равная игра, боролись, бились обе команды. Чуть-чуть больше забили мы бросков в конце и сыграли немного увереннее, чем бодивельник. Очень важная для нас игра, повторяюсь, в эмоциональном плане, чтобы чувствовать, что мы можем и дальше побеждать. Я думаю, что это был хороший игрок, хороший игрок баскетбол. Мы очень республируем Бодивельник. Они имеют хорошую команду, много оружия. Они имеют хорошие тренировки. Для нас это хороший побед. В конце концов, когда вы выиграете 2-3 пункта, или вы выиграете 2-3 пункта, это в маленьких детях. Мы успели победить этот игрок. Это важно, но это только начало. Тренер Гизбург говорит, что считали Бодивельник, знали, что она будет важной. Хороший игрок у Бодивельника. Хороший тренер. И, в основном, он повторялся с Ильеевым, что это очень важно для команды. И также отметил, что все в таких концовках решают дробные детали. И сегодня эти детали Прометей смеют лучше, и поэтому победил.